Всем привет! Не так давно у себя на канале я выкладывал обзор фигурок от компании технолог из вселенной настольных игр бронепехота. Киборг, кстати, уже потерялся, кошки его оценили. И сегодня у нас на обзоре еще один продукт от этой компании. Это подвижный робот Киборг ZXL. Стоит он столько же, сколько и предыдущий набор. Все зависит от того, какие цены у вас в экспрессе. У нас, по-моему, это сейчас 53 рубля. Поставляется он вот в такой упаковке непрозрачной. То есть, на самом деле, в ней есть окно, но тут вот его закрывает картинка. На лицевой стороне упаковки у нас указано, что сборка идет без клея. 12 шарниров, 17 деталей, большой подвижный робот. Ну, понятное дело, сделано в России. Хит-продаж. Причем, наверное, действительно хит-продаж, потому что это уже второе, вроде бы, его издание в фикс-прайсе, по крайней мере. Потому что, в прошлый раз его продавали еще осенью, по-моему, если не ошибаюсь. И упаковки были за что-то было сверху. Ну, на обратной стороне у нас изображен спереди и сзади. Указано, что имеет высокую подвижность, быстрая сборка, надежная фиксация и опять же генад в шарнирах. Материал, из которого он сделан, там полипропилен. Дат выпуска – февраль 2016 года. Давай присылать упаковку и смотреть, что там находится. Да, как я и говорил, это большая картинка, которая по совместительству является инструкцией по сборке. И один большой литник с детальми. Кстати, литник такой довольно увесистый. Все детали отлиты. Чувствуется, что основательно. Опять же, претензий к качеству никаких. Единственное, что пока мне не нравится, это, наверное, черный пластик. Я все-таки ожидал, что будет либо серый, либо синий цвет. Но, в принципе, можно еще купить несколько упаковок. Благо, стоят они не дорого и вдруг повезет. Так, давайте его соберем. Отделим все детали от литника. В общем, здесь все по стандартам. Ну, как и в любых сборных пластиковых моделях. От той же звезды или от другого производителя. Что ж, теперь, когда детали отделены от литника, их можно посмотреть поближе. Как обычно, для технолога, качество литя просто на высшем уровне. Но, все-таки, мне кажется, что детализация уступает тем же фигуркам из бронепехоты. Хотя, может быть, это так кажется из-за их миниатюрности. Ну, вот голова, по крайней мере, очень хорошо проработана. Давайте его собирать. Сначала, наверное, стоит разделить детали по группам. Что, где расположено. Так, это, я так полагаю, будет задняя часть. Это середина. И теперь можно приступать к сборке. Так, сначала, наверное, соединю крепление рук. Это у нас будет... Ого! А вот это весьма неожиданно, надо сказать. Да, вот, соединяются детали очень тупо, действительно. По местным местам, вале, можно. А вот это все! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ну вот робот собран Теперь то что он выполнен из черного пластика уже не кажется таким страшным Выглядит вполне достойно Так вот стоять он у меня не хочет Ну-ка поправим ноги И туловище О, как-то так Значит вот что у меня получилось Здесь еще есть крепление для обвесов Как я читал на форумах и видел уже в других обзорах Это все-таки робот ранее выпускался Просто под другим названием еще в далеких, в начале 2000-х годов Не помню как назывался То ли робогир, что-то такое В общем была такая серия Здесь у него были еще Броня разнообразная крепилась И так далее По-моему вот он из этой серии как раз Ну и сейчас его уже пересдали И продают в сетях фикс прайсов в магазинах Значит выглядит конечно же круто Как и все что делает технолог Опять же хотелось бы его конечно же покрасить Надеюсь скоро уже приедет мой аэрограф Как раз его будет на чем испытывать Даже наверное лучше будет начать с него А не с этих фигурок Потому что здесь еще слишком все миниатюрно И без опыта мне кажется их нормально не получится раскрасить А вот с роботом тут еще более-менее Ну получается у нас двигается голова Треба, плечевые суставы, локтевые суставы Ноги, ступни, колени и само туловище То есть робот действительно получается очень подвижным В следующем видео по технологам Я думаю мы уже соберем нашу пушку и катапульту А на этом все Спасибо за просмотр и пока